Рада вас приветствовать, дорогие зрители моего канала! Сегодня я для вас подготовила вот такой простой и великолепный узор, который состоит из лицевых и изнаночных петель. Отлично вам подойдет для вязания кардиганов, а также можно использовать для вязания пледа. Мой образец отлично держит форму, нигде ничего не закручивается. Плотный, толстенький, изнаночная сторона выглядит аккуратно. Раппорт узора составляет всего 4 петли и 4 ряда. Для поворотного вязания вам необходимо набрать количество петель, которые делятся на 4, плюс 1 петлю для симметрии и 2 кромочные. А теперь давайте приступим к вязанию. Для своего образца я набрала 11 петель, буду вязать 2 раппорта. Первый ряд узора кромочную снимаем не провязывая, а затем вяжем 1 изнаночная и нить перед работой, и переснимаем 3 петли не провязывая. Это и есть раппорт из 4 петель. Повторяем, 1 изнаночная, нить перед работой, и переснимаем петли, 3 петли не провязывая. В конце 1 петля симметрии, провязываем ее изнаночной, и кромочную также провязываем изнаночной. Второй ряд узора кромочную снимаем не провязывая, затем вяжем 1 лицевая, я вяжу бабушкиным способом, как вы заметили. Далее 1 изнаночная, но петля просится, чтобы мы ее провязали за заднюю стенку, так мы ее и вяжем. Далее, следующая петля, переснимаем, не провязывая нить за работой, и снова 1 изнаночная за заднюю стеночку. Это и есть раппорт из 4 петель. Далее повторяем. Лицевая, изнаночная за заднюю стенку, переснимаем не провязывая нить за работой, изнаночная за заднюю стенку, и в конце лицевая. Кромочную также провязываем изнаночной. Третий ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. Затем 1 изнаночная. Далее вяжем 3 лицевые. Повторяем. Изнаночная и 3 лицевые. В конце петля симметрии. Провязываем ее изнаночной. И последнюю кромочную, также изнаночной. И четвертый ряд заключительный. Кромочную снимаем, не провязывая. Вяжем 1 лицевая и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Повторяем. Лицевая и 3 изнаночные. 1, 2, 3. В конце лицевая и кромочную, также провязываем изнаночной. По сути, мы четвертый ряд вязали так, как смотрят петли по рисунку. Далее повторяем узор с первого ряда. Друзья, спасибо всем за внимание. Поддержите меня лайком, подпиской. И до новых встреч. Встретимся в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok